Всем привет, с вами Саргас. Один из учеников, вдохновленный приближающимся Хэллоуином, попросил меня высказать свое мнение относительно того, что такое Хэллоуин с точки зрения магии. Насмотревшись на разрисованные рожи гуляющих по городу людей, которые празднуют Хэллоуин за три дня до его начала, я понял, что правдивая информация лишней не будет. Я, конечно, понимаю, кто празднику рад, тот заранее пьян, однако праздновать несколько дней настолько темный праздник кажется мне несколько странным. Но опустим долгие предисловия. Что же такое Хэллоуин с точки зрения магии? Не только обычные люди любят празднество, вершество и веселье. Вы могли подумать, я скажу, что и магам ничто человеческое не чуждо, и они тоже не против гульнуть, был бы повод. Но нет. Празднику рады не столько маги, сколько высшие силы. Ибо что такое праздник в глобальном смысле? Массовый настрой на определенный лад. Куча разлитой в воздухе энергии, приподнятая, как правило, настроение и жертвоприношение. Разумеется, сильно изменившиеся за прошедшие тысячелетия. Девственниц уже давно никто не убивает во славу божества, да и животных жертву практически никто не приносит. Есть, конечно, отдельные индивиды, промышляющие черной магии и приносящие кровавые жертвы, но им я искренне желаю скорейшей и мучительнейшей смерти от всей своей светлой широкой души. Но не будем отклоняться. Несмотря на то, что напрямую люди уже практически никогда не делают подношение богам или эгрегорам, тем не менее, выполняя определенные ритуалы, действия, закрепленные традициями, они направляют соответствующим сущностям и эгрегорам свою энергию. И это делают обычные люди во время обычных праздников. Что уж говорить о магах, которые выполняют ритуальные действия, вполне осознанно. Многие божества, высшие и эгрегоры, весьма ценят такой подход и вознаграждают магов. Магических праздников великое множество. У каждого эгрегора, у каждой магической традиции они свои. Но если говорить именно о Хэллоуине, то восходит он к древним кельтам. И в оригинале называется Самайн. Для простых трудящихся Самайн знаменовал окончание уборки урожая. Что, полагаю, сопровождалось событиями не слишком возвышенными. Однако для посвященных этот праздник имел совершенно иное значение. Как сутки делятся на две части, темную и светлую, так и год делится на темные и светлые месяцы. Соответственно, светлую часть года перевес на стороне света, в темную – на стороне тьмы. Казалось бы, это условности. Однако, как в полночь вы вряд ли сможете столь же эффективно взаимодействовать с эгрегором света, как в жаркий полдень, так и в темную часть года светлые ритуалы несколько ослабевают. Конечно, не настолько, чтобы это как-то пошатнуло баланс сил или ослабило светлых магов, но ритуалы, зависящие от временных промежутков, серьезно проседают в своей силе. Теперь, когда я вкратце ознакомил вас с матчастью, думаю, можно чуть подробнее рассказать о циклах времен года. Хэллоуин или Самайн – это праздник окончания времени света и начала темного времени года. В этот праздник свет сдает свои позиции и тьма начинает усиливаться. Разные предрассудки относительно того, что мертвые восстают из могил, на землю спускается ад, грань между мирами истончается относительно беспочвенны. Были. Пока люди не начали в это массово верить. Настолько массово, что грань в этот день действительно серьезно истончается и люди своим настроем на мистику и ужасы действительно вполне могут призывать из астрала различных темных сущностей. Что я, разумеется, призываю не делать. Спиритические сеансы и даже обычный просмотр фильмов ужасов в такой день. Это, конечно, весело, но вам потом жить с демонами в квартире, которые будут медленно, но верно убивать вас и ваших родственников, вытягивая энергию, насылая страхи, кошмары и медленно сводя с ума. Потому я призываю игнорировать этот праздник. Даже если вы не придаете этому никакого значения, любая страшная маска, любая жуткая история или даже просто участие во всеобщем безумии – это жертвоприношение во имя эгрегора тьмы. Вы приносите в жертву свои эмоции, свое время и свою энергию, делая тьму сильнее. Вкратце расскажу о других магических праздниках, связанных с Хэллоуином. Йоль, празднующийся в середине зимы, на словах символизирующий пробуждение природы в преддверии весны, а на деле – самый темный день года, самая длинная ночь и самые черные, самые омерзительные ритуалы. Сатанисты и многие темные маги называют его «временем великой тьмы». Противоположностью Йоля является день летнего солнцестояния. Лита – это самый длинный день в году и самый светлый из магических праздников. Ну и, думаю, нельзя не упомянуть всеми любимый Первомай, он же Белтейн, являющийся светлой противоположностью Хэллоуина, который я, напротив, рекомендую праздновать. Но о нем я более подробно расскажу в его преддверии, если, конечно, кто-нибудь из подписчиков мне напомнит, так как на подготовку видео нужно время, а услышать о том, как правильно праздновать Белтейн на следующий день, все равно, что получить в подарок на день рождения календарик за 2003 год. Благодарю за внимание. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Если вы хотите получить более подробную и структурированную информацию по магии, приобретайте мою книгу «Путь светлого мага». Сделать это вы можете на моем сайте. С вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу магии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok